МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала просвещения. Новости науки, образования и культуры. Сегодня выпуски. Тепло без мазута. Ученые СФУ создали новую технологию сжигания угля. Самая северная точка эстафеты, Архангельск, принял огонь универсиады. Личное пространство художника и занятия по йоге. О самом интересном в Москве в рубрике опишу. Роскосмос назвал кандидата на должность статсекретаря. Им может стать нынешний начальник Международно-правового управления Роскосмоса Денис Лысков. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Роскосмоса Анна Ведищева. По ее словам, документы на утверждение в должности уже направлены в правительство России. Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности статсекретаря, заместителя главы Роскосмоса Виталия Давыдова в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе. Давыдов, которому исполнилось 60 лет, может перейти на работу в Центр перспективных исследований при военно-промышленной комиссии в качестве заместителя главы этого центра. Первая часть концепции единого учебника российской истории для школ будет сформирована к середине июня. Об этом сообщил академик РАН Александр Чубарьян, руководитель проекта. Первый компонент включает в себя список основных дат, фактов, событий, персонажей и понятий. Он станет обязательным для всех учебников. Итоговый список будет представлен рабочей комиссией под руководством спикера Госдумы Сергея Нарышкина и вывешен для обсуждения в интернете. Напомним, президент России поручил подготовить концепцию единого учебника истории страны к первому декабря. Писатель Роман Злотников предложил переименовать Уральский федеральный университет в общепланетный. На это его вдохновил писатель-фантаст Василий Головачев, который считает Екатеринбург фантастическим городом. Красноречивыми эпитетами писатели обменялись на фестивале фантастики Айлита. Он открылся в Уральском федеральном университете. Вуз, город и встреча поразили и зарубежных гостей. Цитата. Я не одно десятилетие слышал об Айлите от своих русских и украинских друзей. Поэтому посетить это событие для меня это сбывшаяся мечта. Я все время сомневаюсь, что я здесь. Возможно, я просто изображение в скайп, и это просто телеконференция в Италии. Для меня важно встретить здесь много друзей. И я надеюсь, что приеду на фестиваль еще раз. Тепло без мазута и оксидов азота. Ученые Сибирского федерального университета придумали, как не жечь деньги в тепловой электростанции и уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Рассказывают корреспонденты вуза. Уголь опускается в мельницу. Это отравленный уголь. Происходит размалывание, подсушка. И по восходящей шахте поднимается пылеугольный поток, который поступает на горение в топочную камеру котла. Профессор Слу Виталий Дубровский рассказывает, как работает тепловая электростанция. Чтобы уголь горел и выделял необходимое тепло, сначала нужно растопить котел. Для этого используют дорогостоящий мазут. Только на один котел требуется около 40 тонн, а это полмиллиона рублей. Таких котлов на электростанции более 18. В итоге затраты на растопку немаленькие – десятки миллионов рублей в год. На кафедре тепловые электрические станции Политехнического института СФУ разработали эколого-энергоэффективную технологию сжигания угля. И теперь мазут не требуется. Сейчас ее внедряют в производство. Внутри там у нее муфельная часть есть и со встроенными нагревателями, электрическими нагревателями. Именно с помощью нагревателей происходит нагрев пыли предварительно. Там температура создается 800 градусов. Важно то, что при этой технологии не требуется переделывать котлы. Нужно лишь вмонтировать его амбразуру в специальное горелочное устройство. И тогда поверхность котла, которая нагревается, не будет засоряться шлаком. А значит, мощность электростанции увеличится. Но это еще не все. При горении угля в атмосферу выделяются очень опасные соединения – оксида азота. Применять химические, так называемые пассивные методы очистки газов очень затратно. У ученых Политехнического института СФУ принципиально иной подход. Использование малозатратных активных методов в 30 раз дешевле и в 3 раза снижает вредные выбросы. Оксида азота – это очень вредная газовая составляющая выбросов, отравляющие вещества газовые, которые не имеют ни цвета, ни запаха. Но всем более опаснее, чем, допустим, оксиды серы и другие вещества. Директор ГРЭС-2 в Зеленогорске, в прошлом тоже выпускник факультета энергетики Политехнического института, разработками ученых доволен. С учеными Политехнического института нам не только интересно сотрудничать, но мы даже и получаем определенные результаты. Сейчас новая технология сибирских ученых проходит испытания на одном из котлов Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске. Скоро горелки Дубровского получат сертификат. Окупаемость проекта – три года. А сколько преимуществ? Сплошная экономия и на топливе, и на экологических выплатах, да и котлы переделывать не нужно. Разработками сибирских ученых очень заинтересованы промышленники. И уже не только в России. Наталья Кострыкина, Мария Дементьева, Андрей Шицов, ТВСФУ. Огонь универсиады пронесли по улицам Архангельска. В столице Поморья прошел очередной этап эстафеты, в которой принимают участие более 50 городов. Зажженный 12 июля 2012 года в Парижском университете Сорбо на огонь отправился в кругосветное путешествие. В России огонь посетит 30 крупнейших студенческих центров. Во-первых, в вашем городе находится федеральный университет, и это приоритетное право. Мы посетим города, все федеральные университеты, где находятся их, таких 10. Второй принцип – это один из крупнейших городов на севере нашей страны. И третий принцип – ваше студенчество настолько активно, настолько рвется в бой, что мы не могли проехать, пролететь мимо. Символ всемирных студенческих игр бережно оберегают хранители огня из Казани. Главная наша задача – это охранять огонь, охранять факелоносцев на маршруте, когда они передают огонь. И, в принципе, всегда поддерживать огонь в наших сердцах – это в первую очередь. В Архангельской эстафете приняли участие 34 факелоносца. Чашу с символическим огнем университета зажгла ректор Сапу Елена Кудряшова. Мы искренне гордимся тем, что огонь 27-й всемирной студенческой универсиады – символ единства, дружбы, сотрудничества, молодости, энергичности всех молодых людей планеты сегодня на нашей земле. Архангельск стал 10-м городом, в котором зажжен огонь универсиады. Очень скоро из сердца севера он отправится на юг, в Ставрополь, где его встретят уже студенты Северокавказского федерального университета. А завершится эстафета огня в Казани 6 июля 2013 года открытием 27-й всемирной летней универсиады. Личное пространство художника и занятия по йоге. О самом интересном в Москве 24 мая в рубрике «Афиша». Художник Дмитрий Шорин обостренно чувствующий нерв в современности представит свой новый проект «Личное пространство». Он посвятил его изменениям в жизни людей в пространстве IT. Галерея современного искусства «Файн Арт» приглашает всех окунуться в этот необычный мир, который для многих уже стал реальностью. Измайловский парк «Культура и отдыха» приглашает всех желающих на бесплатные занятия йога для всех на свежем воздухе. Практика будет проходить на танцполе эстрады «Солнечное» по выходным дням в 11 часов, а в будни в 20.00. Занятия рассчитаны на любой уровень подготовки, так что принять участие смогут не только люди с опытом, но и новички. Парк подготовил для участников занятий специальные коврики и опорные блоки, так что посетителям остается взять с собой только отличное настроение. Галерея «Москва» представляет выставку «Русский реализм». За время своего 20-летнего существования она успела объехать Европу и США, где демонстрировала свои лучшие работы в жанре пейзажа и натюрморта. Галерея собрала полотна авторов, открывающих для современников красоту русской природы, широту и гостеприимство русских домов. У каждого художника своя манера письма, но всех их объединяет любовь к родной природе и к человеку, живущему на нашей прекрасной земле. Необычная выставка «Край» Владимира Мигачева в агентстве «Арт.ру». Рельефная, энергичная живопись Владимира Мигачева говорит со зрителем не на изобразительно-реалистичном, но на экспрессивно-эмоциональном языке. Это смешение чисто изобразительности, ясной идеи и определенного эмоционального настроя. Видящий произведение художника сталкивается с крайне выразительным, безлюдным и агеографичным пейзажем, а затем проваливается сквозь рельефные густые слои краски прямо в чувственную и смысловую изнанку картины. В России создадут Международный совет по Арктике. О том, какую роль в этом будет играть Северный Арктический Федеральный Университет. А также о том, как в столице проходит выставка «Архмосква». Мы расскажем, когда наступит наше время.